Творить доброво благо другим. Что может быть лучше и достойнее этого? Такие благородные поступки в наше время большая редкость. Но тем не менее, в нашем районе еще есть бескорыстные люди, которые по первому зову окажут вам помощь в ту же минуту. Имя предпринимателя Руслана Мамрукова всем хорошо известно. Он помогает не только своему родному Аулу и Герухай, но и другим поселениям. 18 сентября этот человек еще раз доказал всем, что ему не чужды чужие проблемы. Помощь была предоставлена по просьбе на инаугурации главы республики. Наша представитель попросила помощи у всех, кто мог бы ее оказать. Обратилась ко многим людям. Но Руслан Давлечиревич изъявил желание оказать эту помощь. Он выделил нам денег на лес, которого бы хватило на ремонт крыши всего здания. Шифер лежит с 1951 года. Как построили это здание, так этот шифер и до сих пор. С одной стороны его покрыли бэушным шифером, поменяли. А с одной стороны он так и остался. То есть мы благодарны, что человек откликнулся на нашу просьбу. Много людей, которые послушают, покивают головой. В сопровождении менеджера по сбыту Мурата Зехова был доставлен лес для ремонта крыши. В беседе с нами священник Евгений Филимонов также выразил благодарность администрации района за постоянную поддержку в нуждах храма. Из нашего района, из Кашихабльского, наш храм находится в самом плачевном положении. Поблагодарить хочу главу Хамирзова вперед. Он нам тоже оказал помощь. Они нашли возможность. Всем районам нам выделили деньги на доски, на ремонт полов. К сожалению, на этом проблемы храма не заканчиваются. И батюшка, и прихожане надеются, что появятся еще другие спонсоры. Продолжение следует...